Приоритетная задача предприятия на декабрь запустить в эксплуатацию газовый промысел номер один Баваненковского нефтегазоконденсатного месторождения. Он отличается от ГП-2 тем, что состоит из одного модуля производительностью 30 миллиардов кубометров газа в год. О том, как здесь готовятся выйти на финишную прямую, специальный репортаж программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовка систем безопасности, подготовка безопасной подачи на технологические процессы, подготовка пожарной безопасности. Проведены гидроиспытания всех технологических линий и оборудования ОКПГ, ДКС, газосборных коллекторов, обвязок кустов газовых скважин. Всего, что входит в первый пусковой этап. Работа по наладке систем безопасности в числе ключевых направлений. Большой объем проведен на 113-й позиции. Это здание входных ниток и здание входных сепараторов. Там, где будет происходить первичная сепарация газа. Мы провели там работы по индивидуальным испытаниям пенопожаротушения, значит, и уже готовимся к комплексу работ по испытаниям. То есть у нас уже проведены работы по проверке цепей управления и вывода на верхний уровень датчиков загазованности, датчиков извлечателей пламени, ну и срабатывания, значит, самой станции пенопожаротушения. Схема движения газа определяет очередность работы. Поэтому следующий этап – это 101-я позиция. Другими словами, технологический корпус подготовки газа. И здесь, в центре внимания, работа по пусконаладке систем безопасности. Сейчас происходит панер объектов. Уже из стадии в холостую перешли в стадию поднагрузки, связанной с подачей напряжения. Прежде чем подавать напряжение, надо прогнать, то есть проверить состояние изоляции кабельной продукции, целостность датчиков. Оборудование сложное, и потому предъявляются высокие требования к специалистам, которые производят наладку. Мы сейчас занимаемся подготовкой автоматической системы пожаротушения и контроля загазованности в составе газоперекачивающего агрегата. Параллельно проверяем аналоговые, входные, дискретные сигналы на САУ. И будем комплексно испытывать все в целом пожарной системы и агрегатной. Мы занимаемся пусконаладочными работами, то есть подготавливаем уже к запуску все нитки, так сказать, проверяем их на работоспособность. Оборудование, которое поставляется на газовые промыслы, идет с программным обеспечением. Любая запорная арматура имеет индивидуальное настраиваемое устройство. Как говорят специалисты, это позиционеры, которые требуют к себе пристального внимания и скрупулезной настройки. Здесь очень сложная технология, много задействовано клапанов, задвижек, прочая арматура и вообще очень много каналов, которые контролируем, которые регулируем. Ну, это уже как бы новый век. В общем, хотим все контролировать и чтобы все работало корректно. Заботливо укутать оборудование минватой значит провести изоляционные работы. Вид материала самый разный. Есть маты прошивные. Например, их используют на 101-й позиции, в первом корпусе. На улице для изоляции трубопровода используется другой материал – кофлекс. Вид изоляционного материала зависит от того, какой продукт проходит по трубопроводам, какова его температура. Изоляционные работы тоже на стадии 99-98%. Это тоже немаловажно. Также заканчиваются пусконаладочные работы. Ну и уже кое-где выполнено уже опробование. То есть это уже полностью работа механизмов. На данный момент идут пусконаладочные работы в зданиях входных ниток и входных сепараторов, в цехах технологической подготовки газа, на кустах газовых скважин, в резервуарном парке метанола. Мы продолжаем проектную перекачку по внеплощадочным трубопроводам, соединяющим ГП-2, ГП-1 и станцию Карская. Мы уже перекачали около 500 пункт конденсата на станцию Карская. Это была наша задача для того, чтобы встать на проектные рельсы, скажем так. По КПГ, естественно, это в первую очередь подготовка систем безопасности для подачи газа. Это наша приоритетная задача. И подготовка оборудования к принятию газа. В ноябре эти подготовительные работы завершатся. В перспективе закончить мероприятие по подготовке к запуску в эксплуатацию, установке комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции. Светлана Тусида, Сергей Черков, Юрий Федорин. Телевидение общества «Газпромдобыча на дым». Продолжение следует... Продолжение следует...